Музыка Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Мин В сегодняшнем видео я хотел бы разобраться, как трейдить бы в CSGO Были люди, которые просили меня это видео сделать, я забыл про это видео И в общем, я не скажу, что я про трейдера в CSGO, что у меня там куча ножей и так далее Нет, у меня скромненький маленький инвентарь, то есть для себя, для души Да, конечно, хотелось бы иметь нож, там, хороший АВП и так далее Но в данный момент я занят не этим, да То есть лучше просто поиграть, да, много камнодропа, есть, конечно, хорошие вещи Ну, мне, в принципе, такого хватает в инвентаре Как, в принципе, трейдить в CSGO правильно Основная вещь, что вам нужна, это CSGO Lounge Прежде всего, я считаю, весь трейд строится здесь То есть вы можете тут постоянно обменить, как и Dota Lounge, так и CSGO Lounge Скажу одно Достать шмотки хорошие без доната Очень-очень тяжело Это постоянно нужно трейдиться Ну, для начала, как в Dota, должна быть какая-то база вещей Если у вас нету базы вещей каких-то для обмена То, я не знаю, как достать какие-то хорошие вещи Ну, к примеру, возьмём Глок Татуированный Дракон То есть его стоимость, я не помню Клевается, по-моему, в районе двух долларов Точнее, уточним Прямо с завода Ну, доллар семьдесят Немного поношен и дороже Ну, суть не в этом Хотя бы менять такой пистолет Нужны какие-то либо вещи Также и касаются других вещей, как стикеров Пистолетов, автоматов И так далее Как достать эти вещи? Думаю, не нужно повторяться Ну, на всякий повторюсь Либо играть Да Когда вы играете Вам дропается вещь различных качеств Может и сундук Может такая Может такое Не знаю, правда или нет Говорят, что дропаются ножи Я, конечно, мало в это верю Может, может, может А может и нет запрещенного Запрещенного оружия Честно, не знаю Вот, честно, не знаю Какого качества Все именно вещи дропаются Не знаю Армейского Там промышленного качества дропаются Сто процентно И ширпотреб А другого качества Без понятия Также дропаются ящики Различного тиража Включая Последние Операции Которые у нас Феникс Это операции ящики Которые стоят По доллару Вот Которые дропаются Да С удовольствием Которого сейчас Доллар 23 Скажу честно Я ждал Пока Феникс Подешевеет То есть Это Так сказать Единственный мой План Как достать Операцию подешевле Нужно В принципе Ждать Так как Valve Они всегда Сделают скидку На Эти пропуски Различные То есть Я ждал Время И было Время Когда Сделали уже Они скидку Я купил В принципе За доллар Пропуск На Феникс И Буквально Через 10 минут Через 10 минут Он мне Выпал Этот ящик И я купил Полностью Свои деньги Вот Но более Я хочу Затронить В том Как трейдиться Трейдиться Нужно Конечно С умом Знать цены Еще раз повторяю Для Большинства Новичков Почему Не знают Как обмениться Потому что Прежде всего Они не знают Цен Не знают Цен Я еще раз Смотрю Не знают Цен И Многих Таких Новичков Кидают Ну вот Выпал Ему допустим ВВП Красная Линия Немного Поношенная Которая Стоимость Почти 14 долларов Ему Впихают Ее за Два Ключа Там Или за Три Ну в общем Меньше В описании Оружие Оружие Какого У нас Завода Ну Или Поношено Или Закалено В боях И так далее После этого Ориентируйтесь Цену Там Примерно Приводите В ключи Вот Когда вам Предлагают Сделку Вы также Смотрите Какое Оружие Зайдите Человеку В инвентарь Посмотрите Что он Предлагает И Сколько Это Стоит Да Вот После этого Думайте Обенится Вам Или Нет Далее Когда Ставайте Очень Крутые Вещи Возьмем Вот Как Сейчас АВП Зимов АВП Там Я не знаю Бах Там Редлайн Ножи И так далее Все Они Дропаются С ящиков Абсолютно Все Они Дропаются С ящиков Пытаться Открывать Ящики Ничего Плохого Нет Если Вы Прогорите Да Я Открывал По-моему Один раз Всего лишь Ящик Мог Не Выпасть Зимов Он Пролетел К сожалению Был Жесткий Батхер Что Не Выпало И так Далее Конечно Ты Купил Два Ключа Там На 5 Долларов А тебе Выпало Оружие За 40 То В жестком Плюсе Никогда Не бойтесь Открывать Ящики Никогда И Нужно Вам Определять Каким Лучше Открывать Ящики Тут Различного Лучше Неплохие Ящики Винтер Офенсив Вот Так как Они Сейчас Не Очень Дорогие И Тем Более Если Вот Вам Выпад Детазимов Красная Линия Страж И Роспись Вы В принципе Будете В плюсе Можете Не Бояться Что Мне Выпало Мне В тот Рак Когда Я Открывал Мне Выпали Причалы И Мне Выпал Бизон То есть Я Ушел В минус Но При этом Я Не Расстраивался Вот Подкоплю Чичу Денюшек Куплю Ключиков Куплю Ящичков И Еще Открою Есть Даже Ящички Не Нужим И Я Так Открою То есть Прежде Всего Нужно Никогда Не Бояться Открывать Сундуки Подкопили Сундуков Три Четыре Попробовали Открыть Если Нет Накопили Сундуков Подкопили Денюшек На Ключи Купили То Если Когда В Открою Конечно Возрастает Шанс Того Что Выпадет Что Очень Крутое Даже Нож Когда Вы Открываете Два Три Сундука Вероятность Очень Маленькая Очень Маленькая И Лучше Так Не Открывать Лучше В большом Количестве Собрали Сундуков Ключей Открыли Порадовались Что Вы Полозимов Или Керамбит Кровавая Паутина Все Продали Спустили Не знаю Следующее Как Поднять Шмотки Допустим Вы Подняли Шмоток Подкупили Чуть Ставки Ставки Очень Много Решают В Ксго Как Я Видел И Разговаривал С Людьми Очень Много Поднимаются Ставок При Этом Нужно Знать На Кого Ставить Ну В 50 Процентов Даже Не 50 Даже 60 80 Я доверял Вот этим Коэффициентам Есть Коэффициенты Но Никогда Не стоит Ну Допустим Я точно Знаю Что Дигнитас Могут Выиграть Тут 100% Мне кажется Выиграет 3D Max Тоже Выиграет LDC Ой Простите LDLC Тоже Выиграют Ну Это В принципе Понятно Также Есть Группы Которые Да Кидают Прогнозы Но Сейчас Они Кидают К сожалению Выкладывают Прогнозы Даже В этой Группе Очень Хорошие Прогнозы Делают И 6 Игр 6 Да И Правду Сопроцентный Результат Показали Далее После После Того Как Вы Уже Все Поставили Подняли А Хотел Напомнить Все Зависит От Стоимости Вашего Оружия То есть Валуя Дает Чем Больше Валуя Тем Больше Шанс Выиграть Что-то Крутое Вот А Валуя Зависит От Цены На Оружие Чем Оружие Круче Тем Оно Дороже Тем Валуя Больше Вот Меня на Твич Перебросило Я потом Посмотрю Вот Из этого Можно Сделать Такой Вывод Для того Чтобы Стать Неплохим Трейдером Прежде Все В КСГО Нужно Играть 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 Выпал Вам Сундук Операции Феникс Продайте Его Копите Денюжку Либо Обменять Его На Какое Другое Оружие Но При При этом Знайте Цены Если Вы Новичок Мой Вам Совет Всегда Смотрите За Ценами Если Вам Выпало Что Что Хорошее Вы Посмотрите Цену Можно Ли Это Что Обменять На Еще Что Либо И В Придачу К Нему Далее Никогда Никогда Не Бой Не Бой При Этим Открывайте Тучка Вот Набралась У вас Там Кейса 5 6 До Десятка Потихонечку Накупили Ключей Открыли Гуртом То есть У вас Шанс Что Увеличивается Выпасть Какой Танас Кошмот Но При Этим Есть Равно Этому Шанс Что Вы Прогорите Ничего Путя Вы Не Выбите После Этого Ставки На Ставках Вы Также Можете Понять Кучу Вещей Очень Хороших Вещей Дорогих Вещей Как И Стартрек Вещи Так И Обычных Вот Но При Это Нужно Знать На Кого Ставить А Силы Команды Наблюдать Постально За Новостям Если Такой Пример Если В команде Какие Ссоры Скандалы И так Далее То Есть Задуматься Ставить На Эту Команду То Что Это Может С Ребята Не Так Пойти После Этого Если Вы Так Подняли Вещей То Старайтесь Обмениваться Очень С Никогда Не Уходили В Минус Либо Ровно Либо В Плюс Всегда Ставьте Себе Такую Задачу Если Вы Обменят То Либо Поровну Либо В Плюс Никогда Не Уходите В Минус Даже Если Пол Доллара Старайтесь Уходить Поровну Либо В Плюс Думаю На Этом Мне Сто Тоже Завершить Виде Думаю Я Рассказал То Что Я Знаю Можете Прокомментировать В комментариях Под видео Подписывайтесь На канал Ставьте Пальцы Вверх Пока